Я даже не думал, что стану актером и буду работать. Для меня это что-то была высочайшая какая-то грань, за которую я не мог перейти. Я даже не мечтал об этом. Эмоционально ярко, открыто и честно Виктор Васильев общался с юными зрителями, которые, вероятнее всего, и не знают его, не смотрели фильмы с его участием. Но широко открытые глаза детей, те вопросы, которые они задавали во время встречи, они были самые разные, уже показатель заинтересованности к персоне актера, режиссера, театрального педагога. А сам Виктор Игоревич глубоко предан детям. Ведь не зря он постоянный участник Самарского фестиваля «Кино детям» и фраза «Дети – наше будущее» для него не пустой звук. Самое прекрасное, когда общаешься с детьми, когда видишь их глаза, когда глаза горят и они хотят что-то спросить, интересуются тобой. Вот почему я всегда в последнее время беру с собой заставочку, чтобы хотя бы вспомнили, кто это такой. Понимаете, каждый живет своей жизнью, и мы должны, как бы сказать, ближе быть к зрителю. И моя задача, как председатель союза, просто как человека, как педагога, как отца, быть к зрителю, к молодому ближе и общаться с ними, общаться для того, чтобы они получали какие-то знания, какой-то интерес от встречи. Но помимо удовольствия от общения, Виктор Васильев в каждую встречу вкладывает особый посыл. Он приобщает ребят к истории своей родины, к богатейшему историческому наследию Беларуси, рассказывает о знаковых личностях, о людях, которые боролись за свободу с синёкой. Он честно признавался, что мало создано фильмов в Беларуси на историческую тематику, а ведь это прежде всего и есть воспитание патриотизма. Становление нашей страны было издревле, да, и естественно, конечно, надо смотреть через призму времени, надо смотреть, как происходило становление, кто был во главе, с какими трудностями государство наше молодое сталкивалось. И молодые, значит, зрители через кинематограф должны это ощутить, понять. Но сегодня ситуация меняется в лучшую сторону. Но уже есть проекты, которые показывают, насколько силён белорусский народ в борьбе с врагами, насколько предан он родной земле и биться. За независимость своей отчизны он будет до последнего. Яркий пример тому – фильм Анастасия Слуцка, который участники встречи посмотрели с интересом, окунувшись с начала XVI века. Полчища крымских татар нападают на земли Беларуси, входящие в состав Великого княжества Литовского. Кажется, ничто не может остановить их натиск. Но на пути ига после гибели мужа во главе дружины встает княгиня Анастасия Слуцкая. Беспримерное мужество этой женщины и сегодня восхищает и поражает. Нам, современной молодёжи, особенно студенческим отрядам, которые будут работать в детских лагерях с детьми, нам важно понимать, какие раньше были женщины. Ведь Анастасия Слуцкая – это эталон, человек, на которого можно равняться. И нам важно посещать такого рода мероприятия и общаться с людьми, которые занимались съёмкой данного фильма, разработкой сценария. И вообще заинтересованы в том, чтобы современная молодёжь узнавала много нового про наше прошлое. Для того, чтобы вы жили прекрасно, для того, чтобы вы любили нашу страну, для того, чтобы вы любили своих родителей, государство выделяет большие деньги, чтобы мы снимали кино. Кино для вас. Сейчас у нас новая волна. Сейчас обращать внимание на воспитание молодёжи. Сейчас мы будем снимать всё больше и больше фильмов для детей и юношества. Это стоит задача перед государством для того, чтобы воспитать достойную молодёжь Республики Беларусь, сильную, красивую, добрую и счастливую. Лариса Осмолович, Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин и Юрий Ремонтович. Телекомпания БУК-ТВ.